здравствуйте мои дорогие друзья садоводы и огородники я маша васильева и вы на моем канале сад огород и зимняя теплица это видео будут нас будет называться огурцы от а до я от посадки и до сбора урожая я выращиваю огурцы вертикально вот на такой шпалере много я не сажаю потому что четыре или шесть штучек корней дают огромный урожай когда растишь их вертикально каждый год они у меня растут на одном и том же месте а все вооборотом служит посадка сидератов после сбора урожая я сажаю белую горчицу очень густо засеваю прямо по мульче и она вырастает красивая пышная и делает свое тело оздоравливает почву рыхлит ее ну а также предотвращает утомляемость почвы от одной культуры сажаю я их в стаканчик 200 миллилитров значит это вот сейчас на на долгое прорастание до когда уже в мае я буду их подсевать тоже в стаканчике 100 миллилитров этого будет вполне хватать но пока питание им нужно больше потому что расти они будут подольше у меня здесь насыпаю плодородный грунт проливаю раствором фитоспорина вот такое делаю отверстие вовнутрь приблизительно в один сантиметр и укладываю туда семяночку семечки они обработаны таким составом от вредителей чтобы их никто не загрыз там под землей и в общем-то засыпаю слоем один сантиметр земли и сверху вновь обрабатываю раствором фитоспорина эту уже землю ставлю рассадник в теплое место значит для прорастания ежедневно наблюдаю за всходами потому что всходы появляются огурчиков очень быстро огурчики выпрыгивает очень быстро всходы появляются буквально на 4 5 день всходы огурцов я мульчирую вермикулитом это вещество вулканического происхождения которое не позволяет расти налетом на поверхности земли и удерживает влагу в стаканчике как можно дольше начну прогревать место под огурцы первое что я делаю это убираю мульчу готово теперь я накрою укрывным материалом а сверху пленкой памперсом теперь домик для огурцов выглядит именно так прогреваться будет наверное недельку еще на этой неделе обещают очень через несколько дней огурчики уже дают настоящий лист выглядит вот так симпатично бодренько и весело прогрелась грядка вертикальная для огурцов она была под памперсом памперс это укрывной материала сверху пленка и земля там просто теперь можно сказать как в тропиках там очень очень тепло и огурцы будут прекрасно приживаться в такой земле сейчас я просею залу поверх земли мульчи там нет я ее уже сняла неделю назад когда прогревала эту грядочку просею залу подрыхлю всю земельку а посадочные места с каждой стороны будут посажено у меня по три растения посадочные места я прорыхлю более основательно с помощью совочка вот так выглядит моя рассада огурчиков у меня будет посажено 33 сорта мамлюк примадонна и ацтек каждого по два растения всего у меня растет шесть растений много мне не нужно потому что с шести растений я насолю на мариную и наемся конечно же до отвала этих огурцов потому что вертикально получается в общем то много но много мы и не едим зачем растить чтобы потом не знать куда их девать правда вот такие вот хорошенькие обратите внимание вот они такие пупырышки внизу на стволике это означает что огурчик просит немножко подсыпаться если такие есть то подсыпать нужно если таких нет то конечно же и подсыпать не надо я буду заглублять до пупырышков сажать вот в эти посадочные места которые я предварительно нарыхлила как следует совочком в глубину огурцы не терпят никакого раздирания корней поэтому предварительно рассадку мы с вами поливаем корневая система посмотрите пожалуйста какая нехорошая замечательная мы ее вот так чуть-чуть слегка обжимаем стаканчики чуть-чуть просто слегка без всяких вот таких вот найти сильных телодвижений слегка обжали и он с удовольствием отдаст нам стаканчик вот так вот вы мы вынимаем и просто сажаем его до тех до того места где последний пупырышек находится вот он у меня и до пупырышка я его и заглубляю все теперь я сейчас и полью его тепленькой водичкой специально подогретой потому что здесь грядка подогрета для огурцов под памперсом и здесь очень такая комфортная температура огурчики прекрасно прижились дали красивые зеленые листья теперь я буду их мульчировать слой мульчи будет приблизительно 10 сантиметров около стволика не засыпаю стволик не засыпаю точнее а просто вокруг растений что же дает мне эта мульча да она меня освобождает полностью от всех дальнейшей работ мне не нужно рыхлить и удалять сорняки под мульчой не растут сорняки и под мульчой не слеживается земля микроорганизмы такую деятельность там сейчас разведут они все мне сами взрыхлят мне не нужно поливать под мульчой не выветривается влага а также мне не нужно подкармливать ее потому что микроорганизмы поедая и утягивая вниз мульчу перерабатывают ее и делают все необходимые элементы питания для растения я буду наслаждаться только прекрасным урожаем дают уже вот такие вот усики и хотят цепляться помогаю я им цепляться за опоры вот такими вот прищепочками которые купила фикс прайсе это недорогие прищепки хорошие работают замечательно держит хорошо и не пережимают стволик у огурца огурец замульчирован мульчий ему хорошо и прекрасно здесь и сейчас я вам покажу что вот тут у нас происходит видите вот такие пупырышки которые нарастают на стволике эти пупырышки говорят нам о том что он готов корне образованию дополнительному поэтому вот эти пупырышки можно вполне себе закрыть мульчей ну то есть к стволику прижать вот эту мульчу и из этих пупырышков образуются дополнительные корни а дополнительные корни это всегда как бы мощное хорошее растение корни дополнительные никогда никому еще не повредили я обрабатываю огурцы препаратом nv101 как и все в моем саду что склонно к заболеваниям все что у нас тропическое субтропическое и может просто заболеть в одночасье я помогаю таким образом растениям перенести все температурные колебания и наши плохие погодные условия я вот так приоткрываю памперс для того чтобы огурчиком было комфортно они дышат если ночи теплые я прямо так и оставляю поливаю только теплой и отстоянной водой обязательно поливаю вот таким вот распылителем который называется ленточный полив он не рассеивает капли и листья не мокнут а только лишь поливаю по под корень сейчас я под мульчирую под рыхлю как бы можно сказать или можно сказать подсыплю все огурчики которые хотят чтобы их подсыпали вот видите тоже пупырышки он тоже просится подсыпайте меня я хочу давать корни образования новое если стволик у огуречика гладкий и не просится подсыпание никаких пупырышков нет то и не нужно этого делать потому что инициатива будет скорее всего наказуема подсыпайте его только тогда когда он сам этого попросит в любой непонятной ситуации связанной с замиранием завязи я применяю настой золы один стакан золы на 10 литров воды вечером я значит залу засыпаю воду а утром готов настой золы во время вечернего полива под каждый корень литровый ковшик вот этого настоя ситуация очень быстро исправляется потому что зола это не только калий кальций а это еще и все микроэлементы ну уж если не все то огромный огромный набор микроэлементов в жаркую погоду огурчики открыты полностью и днем и ночью как только начнется сильный контраст вечернее похолодание днем тепло ночью холодно конечно огурцы я закрою укрывным материалом сверху снова накину пленку а с торцов сделаю продуваемые окна огурцы поливаю 2-3 раза в неделю вечером теплой водой 2 литра под корень если устанавливается погода очень жаркая как у нас в Ярославской области в этом году в 2021 то ежедневно поливаю вечером огурчики 2 литра под корень много поливать огурцы не нужно потому что корневая система может не переработать всю воду и просто-напросто загнить начнутся проблемы и болезни вот излишней влаги если поливать огурцы мало пересушивать их то это тоже будут болезни но другого плана огурцы плодоносят тазами конечно столько не нужно для одной семьи это очень много поэтому 6 корней это конечно страховочный такой вариант на самом деле на семью хватает одного корня который выращивается вертикально каждые два дня вот эта маленькая грядочка дает вот такой хороший урожай огурчики у меня были посажены мамлюк я вам показываю специально вот в таком сравнении где огурец максимально что из него вырастает и какие можно снимать да вот мам малышечки это примадонна тоже соответствует картинке очень вкусный замечательный ацтек не дешевые но прекрасные и вообще удивительные конечно все вкусные все сладкие все без горечи рекомендую все три сорта попробовать если вы определяетесь если вы хотите продлить плодоношение вплоть до октября то нужно посадить хотя бы один корень огурцов в теплице сентябрь октябрь это уже время когда возможны заморозки и если температуры будут очень низкие то плети пожелтеют завязи пожелтеют будут висеть какие-то отдельные крючки мучиться вместо огурцов а в теплице как раз начнется активное плодоношение к этому времени когда морозы ночные уже такие продолжительные устойчивые огурцы держать смысла нет и нужно их просто снимать с опоры и отправлять их в компостку или в теплую грядку что у вас для них заготовлено я удаляю огурцы оставляю вот такие вот столбики отрезаю их корни я не удаляю я оставляю их почвенным жителям они обожают корни и я не могу их лишать этой сладкой конфеты они его переработают просто до основания и весной я просто заберу вот этот вот столбик прямо возьму рукой и заберу ну а здесь буйным цветом растут сидораты это белая горчица горох пилюшка тоже здесь посажен вместе с горчицей для того чтобы соблюсти сева оборот и на следующий год посадить в этом же месте огурцы земля отдохнет если вы не успели посадить сидораты по какой-то причине ничего страшного самое главное замульчируйте землю чтобы голенькая она в зиму у вас не уходила и чтобы почвенные жители не покидали это место а нарабатывали здесь наше плодородие посадите сидораты ранней весной далеко еще до огурцов огурцы можно посадить прямо по горчице и пускай себе они растут вместе с горчицей это даже благо а если это видео вам понравилось и было для вас полезно то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и смотрите мои следующие видео про сад про огород про зимнюю теплицу про рассаду про природное землетелие да и про жизнь за городом вообще берегите себя всем любви и счастья пока пока